Слабовидящих заинских малышей учат видеть все краски мира. С 2016 года здесь реализуется инновационный социальный проект «Учусь видеть мир». Этот проект организован фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Его цель – оказание комплексной социально-реабилитационной помощи семьям, воспитывающих детей с нарушением зрения. Таких детишек в Заинске-103. Проект реализуется полтора года, и за это время в учреждениях города появились оборудованные помещения, где дети проходят реабилитацию. Основным достижением, которое мы достигли в рамках реализации этого проекта, было оборудование двух темных комнат. Это на базе Центра социального обслуживания населения «Радость» и на базе детского садика «Дружная семейка». Еще одна комната с элементами темной комнаты, не целиком комната, а элементами темной комнаты, оборудована в шестой школе. Благодаря тому, что выбраны такие учреждения, обеспечена некая такая переемственность. То есть дети из детского сада, пойдя в школу, будут продолжать заниматься по тем же направлениям, также реабилитироваться. Проект «Учусь видеть мир» был разработан специалистами комплексного центра социального обслуживания населения совместно с муниципальными службами. Заинский центр был выбран не случайно. Он неоднократно становился экспериментальной площадкой. Министерство труда и занятости и потому имеет богатый опыт, что и позволило выиграть грант. «Ух, красивый водопад! И тебе он очень рад! Не намочит он водой, ведь он не мокрый, а какой? Сухой, конечно!» Одним из ключевых направлений работы по проекту является организация занятий для детей в темной комнате. Это закрытое помещение, оснащенное спецоборудованием с ультрафиолетовым освещением, где расположены всевозможные световые тренажеры и предметы, которые создают максимально благоприятные условия для коррекции недостатков развития слабовидящих детей. «Такие комнаты очень важны и нужны сейчас, так как в настоящее время количество детей с различным нарушением зрения все больше и больше. И в этой комнате даже слабовидящий и слепой ребенок может ощутить себя видящим». «Какой цвет?» «А какие есть?» «Красный». «Зеленый?» В целях социальной интеграции для целевой группы в рамках проекта организованы занятия в игровой комнате. Здесь занятия проводят педагоги и психологи. За время работы проекта прошло порядка 300 занятий. Задачи занятий в игровой форме – устранение барьеров общения. И родители обязательно присутствуют на занятиях, что является для аберрелитации немаловажным фактором. Согласно анкетированию, 90% родителей поддерживают такую форму. «Родители заинтересованы в реабилитации своих детей. И они активно и с удовольствием везде принимают участие. Посещают все мероприятия, ходят на родительские университеты, на эти же самые часы здоровья. Очень много позитивных откликов. Мы работаем с родителями в тесном контакте, и это только идет на пользу нашим детям». «Никогда не отказываюсь, потому что проходят мероприятия очень весело, очень организованно. Так что нам очень нравится, ребенку нравится. Тем более мы колясочники, нам больно, никуда не выйдешь. А вот на такие мероприятия ходим с удовольствием». Социокультурная реабилитация также подразумевает присутствие родителей вместе с детьми. По плану реализации проекта прошли экскурсии для детишек в музей, дельфинарии, трогательный зоопарк, рождественский благотворительный обед. Одним из излюбленных мест для таких детишек вот уже много лет является Кармалинское охотохозяйство. Срок реализации проекта заканчивается, но не заканчивается реабилитация детишек, которым нужна помощь. «Замечательный, уникальный проект. Я еще раз хочу фонду выразить огромную благодарность. Проект, то, что он закончится, это не значит, что мы останавливаемся. Если взять результаты детей, когда проходит спонсоризация именно по зрению, мы видим, что, конечно, многие дети страдают именно ухудшением зрения. Поэтому в дальнейшем также эта система у нас будет отлажена. Она уже работает, мы видим результаты, и поэтому мы дальше продолжим работу». «Я вижу мир!» «Я вижу мир!» «Я вижу мир!» «Я вижу мир!»